МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гидромедцентры России прогнозируют в Рязанской области в ближайшие сутки снегопад и обледенение. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция Рязанской области рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Только за сутки в городе и области произошло несколько серьезных аварий. В связи с ухудшением погодных условий ужесточилась и работа городских служб по уборке снега. Анна Герцовская далее. Водители вновь столкнулись с заторами на дорогах, которые образовались в результате выпадения снега. У проблемы есть как минимум две причины. Это уборка осадков и ДТП, вызванные изменением поверхности дороги. Разберемся с первой. Снегоуборочные машины и их водители были переведены на круглосуточное дежурство еще с октября. Во время выпадения незначительных осадков в течение нескольких дней дороги посыпались пескосмесью. Сегодня в 4 утра началась основательная уборка снега. Правда, во время съемок этого сюжета ни одной снегоуборочной машины мы так и не встретили. После того, как увидели, что пошел снег, машины вышли на опасные участки, то есть по одной КДМке сначала оперативно вышли, и затем сформировались колонны, которые проехали по всему городу и просыпали весь город. Если снег под колесами коричневый, это первый признак того, что поверхность обрабатывали. Для многих горожан остается загадкой, почему дороги не убираются в Рязани так досконально, как люди этого хотят. Ответ найден. 28 комбинированных дорожных машин, пескоразбрасыватели. Сейчас в городе в работе 18. 180 человек мобилизовано для уборки тротуаров и 8 тракторов, которые также чистят тротуары щетками. Для нормативного содержания, чтобы как в Москве, снег прошел и в течение двух-трех суток они все вывезли. Нам нужно еще в 4 раза больше техники, чем у нас есть. У нас всего сейчас несколько золотых ручек, которые собирают снег. Их нужно в каждый район по 4, а у нас их 2 или 3. Население Рязани более чем полмиллиона человек. Дороги в городе имеют протяженность 200 километров. С поселками, такими как Соколовка и Дягилева, 600 километров. Как эту территорию могут убрать 18 машин? Как система будет работать зимой, неизвестно. Затронем другую проблему – ДТП. В утренние часы сегодняшнего дня произошло 8 аварий. В них погибло 2 человека, 10 пострадали. Еще 50 ДТП были связаны с механическими повреждениями. Одна из аварий, которая привела к летальному исходу, случилась в Касимовском районе. 37-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получила пассажирка, которая находилась на заднем пассажирском сидении. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Другая авария случилась на 281-м километре дороги Р-132. 28-летний водитель, управляя Нивой, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос, выехал навстречу, столкнулся с грузовиком. В результате получил смертельные травмы. Еще одна авария произошла на дороге М6 Каспий. Два автомобиля на летней резине столкнулись между собой. Обошлось без жертв. Втрое человек получили травмы. Так что управление ГИБДД еще раз напоминает о необходимости смены колес, соблюдении дистанции и интервала на дорогах, отказа от рискованных маневров и быстрой езды. Повороты на Ворске с наступлением первых заморозков опасаются все автолюбители. Уже много лет здесь в течение зимнего периода одна за другой случаются аварии. Но решить проблему опасного участка никто не может. Галина Ершова встретилась с женщиной, которая буквально о днях пострадала на пресловутом съезде. Юлия Новинская получила права четыре месяца назад, став ответственным водителем. Она вовремя переобула авто в зимнюю резину и ехала аккуратно. Однако это не помогло избежать аварии. Машина девушки вошла в неуправляемый занос. Авария произошла в выходные в половине восьмого вечера в поселке Ворские. В заключении специалистов сказано, что дорожное полотно не было обработано противоледными реагентами, а также отсутствовало искусственное освещение. Несмотря на эти факторы, официальной причиной аварии ГАИ назвали нарушение водителем пункта 10.1 – неправильный выбор скоростного режима. Они, во-первых, даже никакой тормозной путь, никакие мои пируэты, развороты не интересовали. Они сказали, расслабься, у тебя каска. И все. Они только засняли вот эти ущербы. Сейчас официального заключения о состоянии машины Юлии нет. Но, скорее всего, автомобиль признают неподлежащим восстановлению. Сама девушка отделалась легким испугом. Однако последствия аварии могли быть намного серьезнее. Когда мы ждали ГАИ, с родственниками уже приехали, я видела, как шел полк десантников, или кто там, я не знаю, военных, таких же, как шли по дороге Шумыш, которые погибли. И могла быть просто катастрофа. Они шли по этой же стороне дороги, с фонариками. Я их могла бы тут собрать вместе с собой, как пешки. То есть у меня машина была неуправляемая. Ситуация, которая произошла с Юлией Новинской, нередкость для поселка. Аварии на этом участке дороги в зимнее время года происходят регулярно. Аварии бывают зимой довольно-таки часто. Особенно вон на том перекрестке, где прямо уезжают часто машины. Здесь реже, ну когда вот зимой наледь большая, наледь большая, то колея, машины кидают из стороны в сторону. Меня даже вон там же, где Юля, там меня тоже однажды занесло. Этот участок дороги принадлежит Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. В этом году на ней должны были произвести капитальный ремонт. Однако его не было. Также жители отмечают, что дороги давно не посыпаются ни песком, ни реагентами. Вообще зимой ее редко-редко. Это вот когда если оттепли, раз ее почистят и все. Пока у нас песочком не посыпают, поэтому скользим. Иногда падаем. Но слава богу, пока вроде без травм. Там уже хоть тормози, хоть не тормози, хоть там новую у тебя резину, хоть шипованную, он все равно будет ехать юзом. Также фактором, способствующим появлению аварии, становится отсутствие искусственного освещения. Дни все короче и вдоль обочины дети скоро будут возвращаться из школы в полной темноте. Но на запрос главы поселения Министерство транспорта пока не реагирует. Это больной вопрос для всех. Вот оно смонтировано было в середине лета и до сих пор никак не могут зажечь. Но если в деньгах дело, может мы бы скинулись. Мы ждем официальный ответ из Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Будем держать вас в курсе событий. А пока сохраняйте бдительность и аккуратность на дороге, чтобы начало зимнего сезона прошло для вас без неприятностей. Случаи вандализма в регионе постоянно на слуху. На этот раз неизвестные посягнули на мемориальный комплекс, посвященный героям войн, который расположен в поселке Шилово. Подробнее Артем Бухвалов. Летом прошлого года в Шиловском районе в поселках Фролова и Рясы были установлены мемориальные доски в память погибших воинов Великой Отечественной войны. А также памятная табличка погибшему воину-афганцу, уроженцу этих мест Владимиру Васильевичу Пескунову. В 1984 году Владимира призывали в вооруженные силы. Дважды был ранен за полгода. И третий раз, когда ситуация произошла в горах, попал под пулеметную очередь. И вот неизвестные сорвали гранитные доски с именами погибших. Какие-то люди непонятные приехали и сняли эти доски. Население видело черный джип, который приехал, поставил лестницу, открутил их. Вандалы работали днем. Нагло и бесцеремонно. Машина подошла, развернулась, она меня сшибет. Черная машина, я их в них не понимаю. Ну и что, скорее подняли, вынесли лестницу и стали отвертывать. Анастасия Ивановна стала свидетелем этого, только не сразу поняла, что произошло. Я спрашиваю его, я говорю, вы что хотите, почему снимаете-то? Они говорят, мы кое-что хотим исправить. По свидетельским показаниям известно лишь одно. Преступники передвигались на большом черном автомобиле. Были подготовлены и делали это осознанно, потому что с собой перевозили лестницу и инструменты. Жена увидела, что здесь подъехал черный автомобиль, вытащили лестницу, залезли наверх и крутили. Потом, когда машина уехала, посмотрели, досок нету. Жители поселков отреагировали быстро. Правоохранитель органа заявление поступило от местных жителей и сейчас в данной ситуации пытаются разобраться. В этих маленьких деревеньках люди очень трепетно относятся к памятникам. Ведь на каждом из них написаны имена их родственников, друзей и соседей. Много, да. Я знаю, что свекр мой тут. Много, это Муратовская военная, один молодой, тут убитый был. Повесил, добрый здоровый, то ли, то ли все сделал-то. Это дядя Бо, это Ружухин Иван Иванович. Вот, ну, обелиск, вроде там его было, это самая фамилия, и все, и мы знали, и знали, что шли к кому. Вот, а так они все соседи здесь, все буквально. Полиция уже приступила к расследованию, а жителям остается только негодовать. И надеяться на то, что вандалов найдут, а таблички с именами снова займут свое место. Вы знаете, обидно, обидно, что еще такой народ у нас есть. Тут каждый 9 мая проходит то, что приходит местное население, и память почитают павших своих дедов, отцов, матерей, там, кто погиб, все тут приходят местное население и поминают каждый 9 мая. Кто и для чего снял памятные гранитные доски, должны установить правоохранительные органы. А мы со своей стороны будем следить за развитием ситуации. Короткая рабочая неделя связана с праздником Днем воинской славы России, или по-другому День народного единства. Он отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божьей Матери. Мы решили поговорить с рязанцами о празднике и выяснить, что они думают по поводу завтрашнего выходного. В 2004 году Госдума Российской Федерации приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон о днях воинской славы в победных днях России. Одной из правок было введение нового праздника Дня народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября на 4 ноября. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Минина и Пожарский освободили московское княжество от поляков. Была ликвидирована семибоярщина, планы речи посполитой не осуществились, все были разгромлены из Москвы и за пределы России изгнаны. В 1612 году, когда Россия освободилась, так сказать, и от смуты, и от шведско-польских войск, и Россия стала единой русской, так сказать, державой, благодаря Минину и Пожарскому. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1917 года. Долгое время красным днем календаря было и 7 ноября, день Великой социалистической Октябрьской революции, который сегодня практически не вспоминают. Посмотрим, что думают по этому поводу жители нашего города. Революция – это очень плохо. Не знаю. Ну, зачем помнить те моменты, которые до сих пор являются у нас в истории достаточно спорными, и у многих как бы разные мнения насчет этого. 4 ноября православный мир почитает также икону Казанской Божьей Матери, главной заступницы всех россиян. Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божьей Матери был объявлен государственным праздником. Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и Казанскую была отменена. Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. В Рязанском районе вновь спасли лебедей, на этот раз черных. Не так давно мы показывали сюжет о том, как сотрудники МЧС спасли лебедя, которого обнаружили на проезжей части в Дядьково. Сейчас птица живет в ресторанном комплексе в Солочи и чувствует себя прекрасно. Лоснящиеся крылья и преданность в глазах. В конце августа на Дядьковском затоне появилась пара очаровательных черных лебедей. Как птицы появились в этих местах, до сих пор остается загадкой. Местные жители следили за грациозными созданиями и думали, что с наступлением холодов пара улетит в теплые края. Однако с некое оледенение застали лебедей врасплох. 2 ноября в 13.00 на пункт диспетчерской службы поступил звонок с просьбой о помощи. Черный лебедь, сам самец, он в здравии. Он летун, он летел от нас, начал перелетать с места на место. Лед уже на реке встал. Соответственно, очень сложно было ловить. А девочка, сама самка, которую вы видите в сарае, она, значит, лапу не в здравии, а, видимо, подрезана крыло. Она улететь не может. Лебеди очень верные птицы. Они выбирают пару один раз и на всю жизнь. Семью нельзя разлучать, потому что они не вынесут расставание и погибнут. Сейчас хромкая самка гостит у Анны Волковой. Для птицы сделали отдельный загон, насыпали опилок и сено. Ее угощают ячневой крупой и скоро будут вводить в рацион рыбу. Ситуация с самцом намного сложнее. Он продолжает ждать свою возлюбленную на том самом месте, где их разлучили. Пока поймать его не удается. Мощная птица просто кружит над спасателями и не дается в руки. Созваниваемся с МЧС, с Министерством природы пользования и находим организации, тех неравнодушных людей, которые смогут нам помочь в поимке второго лебедя и решить их дальнейшую судьбу. Приютить пару согласился Ряжский зоопарк. Но помочь в поимке птицы они не могут. А между тем лед все сильнее и охватывает затон. Местные жители боятся, что скоро оставшемуся там самцу просто нечего будет есть. И он погибнет от голода. Лед начинает становиться, но он еще довольно-таки очень рыхлый и ожидается потепление. Плюс один ноль. Я думаю, что неделя у нас еще есть, но не более того. Если вы или ваши знакомые знаете, как помочь поймать мощную красивую птицу, сообщите об этом в службу спасения. Сейчас местные жители администрации Дядьковского района делают все возможное, чтобы любящие создания смогли воссоединиться и вместе отправиться в новый дом. Но их сил пока не хватает. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Я обращаюсь с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова